Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий в студии Галины Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Госзаказы для предприятий, развитие социнфраструктуры, производственный потенциал. Глава региона Вячеслав Федорищев в день рождения президента Владимира Путина рассказал о его роли в развитии Самарской области. Осмотрели территорию и обсудили решение правовых вопросов. Депутат Госдумы Александр Кенштейн провел выездное совещание по поводу строительства пожарного депо в поселке Шмидта. Обучат навыкам общения с детьми, расскажут, как решать конфликты. В Центральной детской библиотеке Самары открылся образовательный проект для подростков школа вожатых. Проявили скорость, точность, смекалку и остроту ума. В Самаре прошли традиционные соревнования среди районных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня день рождения президента Владимира Путина. Поздравляя его, в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Федорищев подчеркнул, Путин возглавил страну в сложное время, и уже более 20 лет все самые весомые достижения России связаны с его именем. Ему доверили свое настоящее и будущее миллионы россиян. Под руководством Путина решаются масштабные, исторические по своему значению задачи. Народосбережение, обеспечение безопасности и независимости нашего Отечества, достижение технологического суверенитета страны. В Самарской области реализуются все нацпроекты и федеральные программы. Предприятия обеспечены госзаказами, получают поддержку для развития социальной инфраструктуры, научного и производственного потенциала. К началу новой недели в Самаре отопление включили в 582 зданиях первой категории социальной сферы. Это учреждения системы здравоохранения, опеки и соцзащиты, а также дошкольные учреждения и школы. Это более 73%. К социальной сфере второй категории относятся еще 407 объектов – учреждения дополнительного образования, культуры, спорта, вузы и СУЗы. Среди них теплом обеспечены пока только треть объектов. Из более чем 10 тысяч многоквартирных домов на данный момент получили отопление 42% зданий. Эти цифры озвучили на еженедельном рабочем совещании в городской администрации. В ближайшее время для адресной отработки сообщений по вопросам подачи отопления будет открыта горячая линия. Информация с номерами телефонов будет размещена дополнительно на официальном сайте Самарской мэрии. Напомним, что для подачи теплоснабжения среднесуточная температура должна опуститься до 8 градусов Цельсия и ниже. И держаться на этом уровне в течение пяти суток. Но в этом году отопительный сезон стартовал раньше, не дожидаясь резкого похолодания. С 25 сентября уже начали подключать социальные учреждения, а с 1 октября – жилые дома. Главная задача – довести теплоноситель до потребителя, выполнена на 100%. Необходимо отметить, что все-таки температурный режим у нас достаточно такой благоприятный. Поэтому тепло подведено ко всем потребителям. А уже включение идет руководители, либо руководители ТСЖ, они уже решают это самостоятельно. Также на совещании обсудили и вопросы реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В Самаре в этом году на его средства благоустроили более 40 дворов. Сейчас работы завершены. На некоторых объектах идет приемка работы и исполнение последних контрактных обязательств, как со стороны подрядчиков, так и со стороны районных администраций. Главам районов поручено довести эту работу до конца в ближайшее время. В Самаре состоялось выездное рабочее совещание по вопросу строительства пожарного депо в поселке Шмидта Железнодорожного района. Во встрече приняли участие депутат Госдумы Александр Хинштейн, представители городской и районной администраций, а также сотрудники профильных ведомств и управлений. На повестке дня вопросы правового характера. Подробнее в нашем сюжете. Новая пожарная часть будет располагаться по адресу Перовская 1А на территории автобазы почтового ведомства. В ее введении будет территория поселка Шмидта. Сейчас при возникновении пожара бригады спасателей могут потерять драгоценное время на въезде в поселок, поскольку с обеих сторон он отрезан от города железнодорожными переездами, а в сутки там проходит около 200 составов. Здесь есть добровольная дружина пожарная. Она располагается здесь на территории станка завода. В смене дежурит 4 человека и один пожарный автомобиль «Урал». Но их задача как бы в первую очередь прибыть на место пожара. И в общем-то самая главная задача – максимально быстро эвакуировать людей в случае, если они есть. Конечно, для тушения пожара этого расчета мало. Сейчас процесс строительства находится на этапе оформления всех документов и разрешений. Эти вопросы обсуждали на месте в рамках выездного совещания под руководством депутата Госдумы России Александра Хинштейна с участием представителей городской и районной администрации, профильных ведомств и сотрудников региональных управлений МЧС и Российской почты. Уже выполнены первые шаги дорожной карты. Действующий правообладатель участка подготовил документы для отказа от пользования территорией с ее последующей передачей в региональную собственность. Сейчас мы определились с текущим состоянием, с шагами, которые предпринимаем и будем предпринимать. Земельный участок размежован, на две части поделен, часть, которой почта отказывается, часть, на которой будет по-прежнему работать ее автобаза. Сейчас нам важно как можно быстро переоформить кадастровые номера новые, подготовить акты на списание стоящих здесь зданий. Своими глазами сейчас убедились в том, что они действительно заброшены и непригодны к восстановлению. Планируется, что вся подготовительная работа будет закончена до конца года, чтобы в следующем начать проектирование и первые этапы строительства. Для сокращения трат и времени в работе будут использовать успешные типовые проекты пожарных частей из других регионов. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События. В Самаре ветеранам боевых действий в торжественной обстановке вручили удостоверение. Документы получили более 50 человек. Какие это дает права и возможности, расскажет Полина Челюкова. Отвага, мужество и патриотизм. Люди, которые приближают победу. Александр Мухин, ветеран СВО. Вернулся из зоны боевых действий в апреле 2022 года. Рассказывает, на фронт пошел добровольно, так как не мог остаться в стороне. За 10 дней до окончания контракта был ранен в руку. За отвагу на поле боя Александр получил удостоверение ветерана боевых действий. Я думаю, я заслужил это. И думаю, в дальнейшем будем продолжать также служить, защищать родину. Всего блага, чтобы наши родные, которые находятся здесь, никогда не знали никакого горя. Чтобы было мирное небо над головой. Ребятам, которые находятся там, мужество. И чтобы они знали, что все будет хорошо при любом раскладе. Потому что Россия великая страна. В ней великие люди. Я горжусь то, что я родился в этой стране, что я здесь живу. Удостоверение ветеранов боевых действий 50 бойцам вручили в Самарском филиале Госфонда «Защитники Отечества». Организация оказывает активную поддержку участникам СВО, их семьям, раненым, а также семьям погибших. Это еще одна маленькая победа. Такие они с тобой дождались. Среди получивших удостоверения есть и те, кто участвует в региональном проекте «Школа героев». Эта программа, инициированная президентом страны, позволяет получить дополнительное образование и в дальнейшем работать на различных должностях, в том числе и управленческих. Полина Чулякова, События. В Самарской области растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. В группе риска, по словам медиков, дети, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры. Чтобы защититься от вирусов, врачи рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты. Мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещение и пройти вакцинацию. По данным Роспотребнадзора, прививку от гриппа уже сделали более 26 миллионов россиян. Специалисты отмечают, прививаться нужно как взрослым, так и детям. Родители должны понимать степень ответственности, ведь отказывая своему ребенку в процедуре, они ставят под угрозу его здоровье. Прививаться надо, конечно, учитывая свое здоровье, учитывая рекомендации врачей. И не зря сотрудники Роспотребнадзора поднимают тревогу, что у нас не всегда родители так согласны на прививки. Но мы как сотрудники детского сада обращаем огромное внимание, внимательно смотрим, чтобы каждый ребенок был привит, и чтобы у каждого ребенка была защита, потому что дети за себя не отвечают, отвечают родители. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Мы спросили у самарцев, какой день в жизни семьи для них стал самым счастливым. Рождение ребенка 100% это был самый счастливый день в нашей семье, потому что у нас появилось маленькое чудо, и наша жизнь полностью изменилась. Мои дети не хотели 11 лет, они вообще не хотели рожать. Это только вот я их тут донимала, ну когда вы мне, ну когда, наконец-то, осчастливили. Так что я счастлива, что у меня внучка растет. Ей уже сейчас 14 лет, но мы с ней общаемся как подружки. Ну я в Китае 6 лет прожил. Вот это событие хорошее. Там народ очень хороший, добрый, отзывчивый. Я не знаю, наверное, с рождением ребенка. Мне кажется, ну все остальное уже, все его дальше шаги, все его успехи, это тоже радость. Я считаю, что самый счастливый день это когда мы с мужем познакомились, потому что в этот момент и началась наша семья. Самое главное правильно выбрать человека своего. Тогда все получится. И идти с ним по жизни. Самое счастливое время, когда дети рождаются, особенно первый ребенок, когда родился. Это нельзя же это забыть никогда. А потом все это уже вторично. Первые дети. Вторично все остальное. И успех, и работа. Первый внук, конечно. Ой, я так обрадовалась. Ну, он родился не очень совсем здоровый. Его тут же в реанимацию и все. Я так переживала, когда выписали его. Что сказали, он и ходить не будет, и все. А потом он рок-н-роллом занимался. Обучат навыкам общения с детьми, расскажут, как решать конфликты. В Центральной детской библиотеке Самара открылся образовательный проект для подростков школы вожатых. Подробности узнали наши корреспонденты. Жительница Самары Яна Никитина с энтузиазмом восприняла возможность принять участие в проекте «Школа вожатых». Девушка занимается в театральном кружке. Там она и услышала об образовательном проекте. Сразу решила записаться. Яна уверена, нужно пробовать себя в чем-то новом. А здесь представится возможность поработать с детьми и познакомиться с единомышленниками. Вожатого – это такой человек главный, который следит за всеми. За своим, к примеру, отрядом. Помогает, помогает другим людям. Образовательная программа «Школа вожатых» работает с 2019 года. Она направлена на трудоустройство подростков, а также обучение навыкам коммуникации, изучение профессии вожатого, создание различных игровых проектов. Обучение продлится до конца мая, после чего участникам выдадут сертификаты. В этом году в «Школу вожатых» зачислено около 105 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Это популяризация педагогической профессии, так как ребята после того, как обучились у нас в проекте, некоторые поступают в педагогические вузы или также продолжают свою деятельность в вожатском направлении, уже работают непосредственно прям вожатыми, не помощниками, как мы сейчас их можем трудоустроить, а именно вожатыми в детских лагерях и отрабатывают свои навыки уже на практике более такой углубленной. Каждый участник образовательного проекта напишет и защитит педагогический проект перед небольшой аудиторией. Некоторые дети, у меня уже несколько выпускников было, и некоторые дети, которым я задавала вопрос, зачем ты сюда пришел, мне говорят, да так просто попробовать. В итоге они выпускаются, получают сертификат, и они очень благодарны, и они понимают, что они хотят с этим связать в принципе свою жизнь. На открытии образовательного проекта «Школа вожатых» подростки написали послание для себя в будущее, чтобы в конце года проверить, получилось ли у них достичь поставленных целей. Августина Охременко, Григорий Плешаков, События. Невозможно и возможно, было бы желание и немного творческого начала. В Самаре стартовал Всероссийский парафестиваль «Театр. Территория равных возможностей». Он проходит уже в пятый раз. Для участия в нем съехались коллективы из разных регионов России. Подробности далее. Доказать себе и окружающим, что все возможно, обрести новые навыки и друзей. В Самару съехались участники Всероссийского парафестиваля «Театр. Территория равных возможностей» из разных городов России – от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Коллектив Татьяны Корольковой прибыл из Барнаула. В делегацию из 37 человек вошли как участники с особенностями развития, так и студенты колледжа культуры и педагоги. Привезли спектакль «Я спасу тебя, Дульсинея» по мотивам знаменитого романа Мигеля Сервантеса. В прошлом году мы в Липецк на международные инклюзивные игры ездили. И поняли, что нашим ребятам это придает вообще такую веру в то, что они делают. Кучу эмоций. Заряжает, заражает. У них появляется энергия, желание работать дальше, делать что-то еще невероятное. Оксана Смолякова живет в Самарской области. Ее коллектив «Апельсин» становится лауреатом конкурса четвертый год подряд. На этот раз удивлять публику будут спектаклем по произведению Даниила Хармса. У нас ребята с ментальными нарушениями, и так сложилось, что тексты Хармса очень легли. Это их любимый спектакль. Неговорящие дети начинают говорить, не танцующие начинают танцевать, не поющие поют. Прежде всего, это площадка, где мы работаем с особой категорией людей, которые имеют ограниченные возможности. И это, наверное, возможность приобщить этих людей к какому-то творческому процессу, дать им возможность показать и проявить себя. Еще очень важен этот фестиваль и для всех, для нас, потому что эти люди являются для нас большим примером того преодоления, которое они осуществляют, занимаясь таким театральным творчеством. В этом году заявки на участие в фестивале подали 30 коллективов. 15 из них стали победителями, в том числе 5 самарских. В рамках фестиваля предусмотрена и образовательная программа. Ее проводят педагоги кафедры театроведения Самарского института культуры. Виктория Шарая, События. Проявили скорость, точность, смекалку и остроту ума. В Самаре прошли традиционные соревнования среди районных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены сражались в пяти видах спорта. Но лучшие будут представлять город на областном этапе. Подробнее в нашем сюжете. Настольный теннис, стрельба, шашки, мини-гольф и дартс. Такова программа спортивного турнира среди самарских районных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья. А вот воля к победе у них не ограничена. Поэтому в каждом соревновании шла настоящая борьба. Владимир Кардемон, представитель Самарского района, стал лучшим в дартсе, выбив 296 очков за 9 попыток. Конечно, всегда поддерживаем спортивную форму. Я являюсь педагогом в юридической гимназии. Сейчас там образовался женский уже два класса набор. Детей учишь и сам, как говорится, занимаешь по себе. Такая спартакиада регулярно проходит в Самаре. Обычно ее проводят непосредственно перед Международным и Днем Инвалида, который отмечается 3 декабря. Но в этом году спортивный праздник по просьбам участников провели раньше, чтобы совместить соревнования с прогулками под приятным осенним солнцем. Это, конечно же, возможность для того, чтобы встретиться, пообщаться, провести совместное время, времяпрепровождение. И вот можно видеть, как они рады очередной встрече. Поэтому, кроме спортивных мероприятий, конечно, и такие спортивные праздники, физкультурные мероприятия, они важны для этой категории граждан. Также для участников турнира был организован мастер-класс по северной ходьбе, после чего все получили вкусные и полезные подарки. А победители в каждой дисциплине отправятся защищать честь города на областных соревнованиях. Августина Охременко, Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр клуба «Крыльев Советов», написал глава региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале. Ему позвонил капитан команды Александр Солдатенков, попросил вмешаться в ситуацию. Вячеслав Федорищев отметил, что он внимательно наблюдает за играми профессиональных клубов. А там, где Самарская область является учредителем, еще и за хозяйственной деятельностью. Это бюджет региона. Губернатор пообещал в среду встретиться с командой и обсудить задачи. Интересы жителей региона, болельщиков в развитии наших профессиональных команд, футболе, хоккея и других видах спорта будут соблюдены. Футбольные команды Самарской области не смогли порадовать болельщиков в матчах 11-го тура чемпионата России. Баскетболисты Самары одержали вторую подряд победу в единой лиге. А хоккеисты «Лады» обыграли с минимальным счетом соперников из Владивостока. Подробнее в нашей спортивной рубрике. В матче 11-го тура чемпионата России по футболу крылья Советов на выезде встречались с московским локомотивом. Самарцы, несмотря на внешне информационное давление, связанное со слухами об отставке главного тренера, смогли дать достойный бой одному из лидеров чемпионата. Но не хватило реализации собственных моментов. А вот хозяева один раз своим шансом воспользовались. На 75-й минуте забил Сулейманов. 0-1 – поражение крыльев. Самарцы на 10-м месте в таблице. А вот футболисты Тольяттинского «Акрона» в матче 11-го тура дома принимали нижегородский париенен. Под конец первого тайма счет в игре открыли хозяева. Беншимол забил после передачи Стефана Ланчара. Сразу после перерыва гости счет сравняли. Но тольяттинцы вновь завладели преимуществом на 64-й минуте. Удержать победный результат не удалось. Нижегородцы отыгрались на 4-й компенсированной минуте. 2-2 – ничья в Волжском дерби. «Акрон» поднялся на 8-е место в таблице. Последболисты Самары одержали вторую победу подряд в единой лиге. На своем паркете волжане принимали красноярский «Енисей». После неплохого начала хозяева провалили остаток первой четверти и уступали почти 10 очков. Но во втором игровом отрезке разгромили соперников и полностью перевернули ход матча. На большой перерыв самарцы уходили с преимуществом – 18 очков. Но затем до конца матча игроки Самары уверенно контролировали ход игры и удерживали комфортный задел. Победа – 83-65. Хоккеисты «Лады» в матче КХЛ на своем льду принимали «Владивостокский адмирал». Команды начали встречу на невысотных скоростях, но имели несколько моментов, чтобы забросить. Но реализовать их так не получилось. Во втором периоде хоккеисты много удалялись, даже играли 3 на 3. Но на результативности это не сказалось. Голов не было ни в третьем игровом отрезке, ни в овертайме. В серии буллитов тоже долго не могли забросить. Лишь 14-м броском Романов принес победу хозяевам. 1-0 в пользу «Лады». А вот в игре «ЦСК ВВС» и «Горняка УГМК» в ВХЛ голов зрители увидели очень много. И к удовольствию болельщиков в Верхней Пышме, где и проходила встреча, забивали в основном хозяева. Уже в первом периоде самарцы пропустили 4 раза, а к середине второго и вовсе проигрывали 0-7. Лишь после этого летчики смогли забить сами. Сначала реализовали большинство, а затем забили в равных составах. Но завершился матч еще одним разгромным периодом с четырьмя безответными шайбами. 2-11. Крупное поражение «ЦСК ВВС». Телеграм-канал телеканала «Самаргиз» вновь возглавил топ престижного федерального рейтинга «Нью-Медиа». По итогам сентября мы стали первыми по коэффициенту вовлеченности подписчиков. Учитываются комментарии, пересылки и реакции на посты. Телеканал «Самаргиз» среди лидеров еще по двум показателям. По суточному охвату сториз и по суммарному охвату. Это общее количество просмотров, которые набрали публикации канала. Рейтинг основан на анализе 55 российских телеграм-каналов СМИ с подписчиками от двух до четырех тысяч человек. Калейдоскоп подарков ко дню рождения «Самаргиз». 12 октября телеканал отмечает 17-летие. И в преддверии этого события мы подготовили для своих любимых зрителей 17 подарков. Среди них сертификаты на доставку роллов в магазин концтоваров и школу экстремального вождения. А также билеты в театр. Переходите в нашу группу и участвуйте в розыгрыше. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки рассказывает о специальном проекте «Вызов», который запустили в 14 регионах России. Задача – внедрить сберегающую семью подход и сократить число детей-сирот в учреждениях на 25%. Для этого будут направлены дополнительные ресурсы, а это около 10 миллионов рублей каждому региону. Часть из них на адресную помощь детям. Также будут обеспечены экспертное методическое сопровождение, обучение кадров. Будет предоставлена супервизорская поддержка. В каждом регионе появится куратор, советник губернатора по профилактике, социального сиротства и семье-сбережению. В России появился новый праздник – День беременных, сообщает администрация Красноглинского района в своем телеграм-канале. Его будут отмечать два раза в год – 7 апреля и 7 октября. Впервые он был проведен в формате акции в 2022 году в 16 регионах Российской Федерации, а в прошлом году был объявлен Всероссийским. Этот день получил поддержку президента страны. Целью нового праздника является содействие повышению рождаемости за счет формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству, а также повышение статуса беременных женщин, увеличение рождаемости, сохранение сложных беременностей, снижение количества абортов и осложнений, связанных с ними. Предприятие Самарской области представит свои рабочие места на Самарской выставке профессий с 9 по 12 октября, пишет администрация железнодорожного района. Вакансии представит более 20 работодателей. Для гостей будут организованы экскурсии по экспозициям предприятий, а также профориентационные тренинги, индивидуальные консультации, мастер-классы, арт-терапия, оценка профессиональных навыков и даже ночная ярмарка вакансий. Всех желающих приглашают на площадку Центра труда и отдыха «Станкозавод». Адрес на экране. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самаргиз, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»